Доброе утро! С очень смешным, хорошим, коротким названием йока. Йока? Почти она, но давайте приступать. Что нам понадобится для этого блюда? Нам понадобится лаваш, 2 яйца, сыр, зелень, ветчина, масло. Вот, собственно, и все. И сковородку, которую сейчас мы должны хорошенечко разогреть. Так, ставим сковороду. И кинуть туда маслице, чтобы оно начало топиться. Может быть, дождемся, когда оно накалится? Ну, мы ее не будем ждать. Не будем ждать, пускай спокойно. Мы как раз по нему и поймем, когда. Чем я могу вам помочь? Так, ну, в идеале сыр хорошо бы натереть. Ну, мы сегодня в полевых условиях. Я думаю, что мы можем его просто нарезать. Мы можем также нарезать зелень и ветчину. Кто будет что резать, девочки? Давайте я нарежу ветчину, а я нарезаю зеленью. Анастасия, скажите, а бывали ли вы на Кавказе? В Грузии, в Армении, где-нибудь еще? В Грузии вы были? И как вам там в Грузии? Расскажите нам. Там много красивых мест. Да что вы! А горы видели? Высокие там горы, выше, чем наши уральские? Не знаю. Гор не было там, да, Анастасия? Замечено не было. А вкусно ли там готовят? Ну, там острая пища практически вся, ну, за исключением десертов. Десерты все-таки сладкие, не острые. Настя, скажите, они когда готовят, они поют, что они... Там-тиби-тиби-там-ба-тиби-там-ба-дам-ба-дам-ба-дам, нет? Ну, я не слышала. Не слышала? Ну вот, у меня нарезка ветчины практически завершена. Светлана, расскажите, можно ли ветчину заменить на какой-то другой мясной продукт? Можно заменить чем угодно. На самом деле, это блюдо, по принципу, что есть в холодильнике. Это очень универсально, удобно. Туда, например, в начинку можно добавить помидоры. Тоже будет вкусно. Будет соч, да. Будет замечательно. Вот, у нас уже начал греться хорошо масло. Мы большой основательный кусок лаваша, ну вот прям половинку. Да, отрывайте руками. Это же лаваш. Ну, вообще, да. Мне казалось, с ним так и надо поступать. Да. Вот, прям большой вот такой вот плоскут. Берем. На сковородку. Кладем на сковородку. И разбиваем туда яйца. Слушайте, я никогда такого не видела. А вот я сама, чем кулинария хороша и интересна, ты каждый день узнаешь что-то новое. Этот рецепт я узнала совсем недавно. И поразилась его крутости, простоте. И вот это получается такой, знаете, гибрид хачапури, яичницы, вот что-то такое. Хачапури по-аджарски, да? Ну, по сути, да. В лодочке хлебе делается. Можно было бы яйца и разболтать предварительно, но можно нет. Так, мы сюда же добавляем сыр. Смотрите как. А вы говорите, терка. Прекрасно. Так, и... Немножечко ветчины. Немножко ветчины. Ну, хватит, не хватит. Ну, мы, в общем... Я думаю, что достаточно. Будем считать, что это практически вегетарианское будет. Нужны какие-то специальные специи, чтобы сюда вот хмыли, сунели, что-то... Если хотите, никто вас не осудит, если вы их туда добавите. Ну, то есть, блюдо позволяет экспериментировать. Бесконечное количество вариаций. Вы можете положить туда любую зелень, какую вы любите. Базилий, кинзу. Ну, мы кладем так. У нас такая уральская йока. Такая екатеринбургская йока. Посолить? Да. Накончить и нажав соль. Да, немножко посолить. В принципе, сыр и так достаточно соленый вечно, поэтому солим чуть-чуть. Ну, как вам по вкусу. И оно у нас сейчас должно зажариться, яйца схватиться. Мы сейчас это все красивенько завернем. То есть заворачиваем сразу блюдо. Ну, вот сейчас уже можно. И как только оно зажарится с одной стороны, мы должны будем его перевернуть. Да. А потом его нарезают или прямо вот так берут, вот так едят. Это как, опять же, вам захочется. Ну, мне кажется, положить на тарелочку, разрезать, так будет удобнее. Да, будет эстетичнее. Ну, и кроме того, мы же кормим на завтрак не одного человека, как правило, а всю семью. Нет, ну, сегодня у нас главный претендент на наш завтрак – это Анастасия. Хочется спросить, Настя, а вы, кстати, чем любите завтракать? Я люблю завтракать кашей. И кашей. Вкусной маминой кашей. Настя, ты что-нибудь готовишь дома? Ну, я помогаю маме резать. У меня есть любимое блюдо – картошка с грибами. Картошка с грибами. Как раз сейчас лето, сезон скоро. Будем жарить. Да, у нас сегодня завтрак, если можно сказать, такой кавказский. А, Настя, знаете ли вы какие-то факты о кавказской кухне? Знаю, кавказская кухня – это кухня не одного народа, а это разнообразные блюда народов Армении, Грузии, Осетии, Азербайджана. Но самой древней, считается, это армянская. Ну, надо же, а я и не знала, что армянская – самая древняя. Не пора ли переворачивать? А давай. Вы мне доверяете. Ох, я взял на себя ответственность. Нет, я подвернул. Вот он практически готов. Оно сейчас там схватится, внутри будет нежный омлет. Потому что наша йока готова буквально считанные минуты, как вы видите. Как всегда нам понадобилось для того, чтобы приготовить завтрак. Напомню, что другие вкусные блюда, которые мы готовим здесь, на нашей кухне студийной в Утро ТВ, вы можете найти в наших социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, на Ютьюбе. Ищите страничку Утро ТВ и сможете вы все это повторить дома. Это легко и просто делается. Ну что ж, друзья, наша йога готова. Мы сейчас ее выложим и посмотрим, что же там внутри. Светлана, будьте добры нам вот этот красивый поднос. Раз, два, три. Так, ну я думаю, что для завершения впечатления мы посыпем еще сверху в свежей зеленью. Ее никогда много не бывает, как известно. Итак, смотрим, что же получилось в этом замечательном блюде. Нежнейший омлет, я думаю. Да. Слушайте, как здорово. Да, 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 да. Нам все удалось. Я думаю, что наши телезрители обязательно сегодня же повторят. И будут делать так каждый день, каждый утро. И каждый день будут это делать. Дорогие друзья, очень приятно кормить вас вкусными завтраками. Пожалуйста, повторяйте, экспериментируйте. Не останавливайтесь, будьте с нами. Сейчас мы познакомим вас с тем, что ожидает вас в ближайшие дни на афишах нашего города. Куда можно сходить вместе с детьми, с любимой девушкой или просто самим. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.